почему я там работаю почему я в этом просто застрял с тетками мы создали бизнес-план на салфетке просто сколько стоит такой лон и сколько у него метров около 100 тысяч где-то метров 20 примерно стоит оптом самая продаваемая весь мир носят наверное чаще всего как раз таки это платье том числе зивер собчак если брать россию и догалич люди все равно хотят одеваться в тяжелые времена они все равно хотят быть вот что ты их должно радовать всем привет меня зовут глеб мы с командой запускаем проект взять свое наша цель это исследовать природу предпринимательства и понять какими же качествами обладают люди которые не только запустили но и успешно развивает свой бизнес мы очень надеемся что эти истории вас вдохновят ну а мы пришли к нашей первой героини ее зовут диля если вы следите за модой то наверняка слышали об ее брендах одежды тим и семер у последнего целых 163 тысячи подписчиков ну в общем вы поняли многие звезды и блогеры выбирают именно ее одежду зиверт ксения собчак сати казанова и да галич и многие другие диля настоящий творческий гений который воплощает в жизнь самые смелые идеи и создает уникальные образы и сегодня мы узнаем можно ли заработать на одежде или это занятие для души привет глеб проходи привет диля а куда вы пришли что это за место это наше уютное пространство называется продажная контора здесь у нас сосредоточенные локальные дизайнеры и плюс еще моих два бренда то маленькое уютное пространство но здесь есть все что нужно я могу вкратце тебе провести экскурсию да было классно давай я ничего не понимаю в женской одежде но я не сразу глаза бросаются эти цвета эти материалы сразу ли почему-то бросилось привлекло внимание это пальто это это твой бренд это мой бренда у меня в бренде всегда отшивается из итальянских тканей вся одежда здесь стопроцентно итальянская шерсть и в том числе ну практически я думаю что здесь наверное 70 процентов из таких тканей слушай итальянская шерсть как ее сейчас достать очень сложно сейчас как раз таки с этим большие проблемы но пока что она еще есть на складах я ее каким-то образом достаю поэтому это очень ценно здесь тоже жакет из моего бренда можно я тебе покажу это вот как раз из последней коллекции то есть у меня все в таких вот разрезах обязательно используя какой-то яркий он был лиценят 17000 за жакет да это цена со скидкой уже а без скидки сколько он стоит он стоил 26 26 тысяч я часто не разбираюсь с новой категории женской одежды ты мне скажи это очень сложная конструктивно здесь лекала долго вымерялись ткани подбирались очень тщательно поэтому да ну я не могу сказать что это дорого здесь цена соответствует качеству но иногда для уфы мы немножко снижаем ценник потому что все прекрасно понимаем как сейчас какое сейчас время диль расскажи пожалуйста как тебе вообще пришла идея создать свой бренд ну свои бренды ну изначально я в принципе себе не представляла без этого я всегда всю жизнь мечтала как начала просто уметь что-то хотя бы немножко рисовать я сразу начала рисовать эскизы модели платья но я думаю что у многих конечно девочек такая история когда в детстве все рисуют куколок но у меня это прям уже обретала глубокий смысл я уже продумывала луки на тот момент то есть продумывала прически обувь все 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 и мечтала то есть я знала сразу кем я стану мне не было вопросов я знала что я буду модельером тогда было такое слово сейчас она не так часто применяется и набралась опыта получил образование любименький я очень благодарна этому месту потому что с него наверное все и начиналось хотя я шла сначала в академию опоздала на вступительные курсы и там какая-то тетка на меня наорала я психанула ушла и в итоге проходила мимо и такая думаю ну колледж не для меня я хочу в институт но в итоге все равно зашла и познакомилась вообще с классными молодым преподавателями рассказала про себя у меня были с собой эскизы ну и все я сдала на самый высокий балл все экзамены и на самом деле это лучше чем например я себе начиналось института потому что здесь очень хорошая база прям вот настоящая хорошая база у нас здесь же была и практика то есть мы здесь сами отшивали все строили конструировали сейчас если честно не знаю как там давно не заглядывала но прям яркие впечатления такие начала работать сначала наемным работником и все время мечтала работать на себя в тот момент я получала там зарплату не знаю сколько девять тысяч рублей даже 7 тысяч рублей две с половиной тысячи рублей у меня стоило там оплатить часть квартиры вот я снимала то есть вот так вот и плюс там на пиво селёдка грубо говоря оставалось уже хорошо где-то там был дополнительный заработок но это были такие копейки сейчас помню эту зарплату самая высокая у меня была 15 тысяч рублей но при этом конечно и не страдала того что мне не было денег я страдала от того что мне не было своего бренда мне прям было плохо я помню что я приходила с работы особенно на первой работе я вообще не понимала почему я там работаю почему я в этом просто застрял с тетками на этом производстве делаете колхозные костюмы почему я там я же должна быть там не было такое было обидно было обидно но потом я начала потихонечку дум так хочешь поменять этот мир начни себя и я начала делать такие коллекции и прям продвигать их которые там никогда никто не делал там в классической одежде сделать рукав реглан например то есть это спортивный рукав и когда-то я попала на неделю моды в москве уговорила своего работодателя там уже познакомилась со стилистами мне стилисты сказали почему у вас нет своего бренда почему такие классные вот мы были как раз с моей коллегой гузель в дальнейшем она стала моим партнером и потом уже все я настолько загорелась и понимала что нельзя вообще пути назад нет тем более я не люблю вставать все очень рано чтобы на работу ходить каждый день тоже был один из пунктов 9 9 на работу это для меня было какое-то каторгой я думала что буду работать на себя я буду приходить на работу во сколько захочу смешно конечно но но нет почему и да это кстати мотивация хорошая была одна из и потом я уже встретилась своим другом лучшим куда помахать гоше привет передать конечно спасибо за деньги вот я ему рассказал эту идею грунта хочу не могу денег нет что делать не знаю но прям хочу гордия накопил я тебе дам потом потом отдашь конечно еще там набрали кредитов там занимали кредитных карт ну то есть денег брали просто отовсюду сколько ну то есть если посчитать в общем сколько тебе запуск обошелся тяжело сказать потому что были постепенные вливания на первый год где-то миллион точно ушел тебе более того скажу на ошибки миллион ушел еще где-то примерно скажем так казенных денег потому что это были кредиты бесконечные еще что-то было ужасно страшно потому что ты понимаешь что у тебя нет зарубь пока что никакого выхлопа ты рискуешь и ты не знаешь понравится это людям или не понравится но вот это вот состояние эйфория когда ты видишь что это все отшивается и но хотелось прям заявиться сразу чтобы это было вот конфеткой дилер скажи пожалуйста где мы сейчас находимся мы находимся в цеху в одном из наших цехов где у нас такая некая база где мы распределяем работу портным в москве находится основной экспериментальный цех где у нас именно разработка кто-то здесь находится из портных здесь например вот это конкретно это раскроечный стол здесь краятся изделия вот это например конкретно подклад сейчас раскроен здесь у нас сидит одна из наших лучших золотыми руками портных здесь машинка собственно и частично здесь что-то отшивается здесь находится основная база лекал но потом мы их уже раскидываем распространяем уже по другим маленьким цехам у нас их несколько где они находятся они находятся в уфе разбросаны просто по всему городу где-то в черниковке где-то в зеленке здесь где-то в центре что-то находится вот и здесь просто говорю такой вот локация где конкретное распределение уже идет иногда да что-то здесь отшивается как устроена команда цеха то есть кто здесь постоянно работает наши постоянные портные мы собрали наверное самых лучших вообще по городу почему у нас здесь наверное как раз уфа это основной центр где у нас производится одежда потому что здесь благодаря тому что я проработала и гузель на разных площадках да в разных предприятиях мы как раз таки оттуда собрали всех самых лучших и поэтому такие золотые руки очень сложно найти и и мы решили просто их собрать в одну команду поэтому они работают с нами по поводу денег на открытие бизнеса не в тебе дал 300 тысяч твой друг 200000 даже до запомнила эту цифру мы создали мы написали он такая вдоль и мы будем вместе все это делать а мы создали бизнес-план на салфетки просто вы просто ржали мы сидели пили пиво смеялись планировали как у нас как мы станем богачами распределяли роли это было все так то есть не было какой-то то есть я не писала доверенность что я дам там эти деньги это мне вообще как у как-то все это было в легкости в итоге мы все равно вот занимались брендом только двоем с гузель я отвечала за творческую часть она отвечала больше за производственное за продвижение скажи мне пожалуйста когда вы вышли на окупаемость когда вы вышли хотя бы там в ноль то есть имя сказал что 200 тысяч занял тебе друг гоша еще вы набрали кредитов и соответственно уже там был миллион вот когда все это произошло ну наверное примерно могу сказать цифру это где-то спустя год уже почувствовали такую легкость когда у нас наступили ранее нас стало много оборотов большой оборот и тогда мы начали себе потихонечку жук зарплату вытаскивать из этого то есть мы не шоковали конечно мы экономили но у нас вот была цель это оборот и плюс как раз таки закрывать все эти долги и все кредиты потихонечку сколько если ты знаешь эту цифру сколько у вас сейчас в обороте я сейчас не смогу наверное сказать порядка есть у нас отдельно опыт еще дать у нас выкупает оптом есть то что мы сами продаем в магазинах есть то что мы отправляем я не знаю может быть порядка тысячи изделий может быть я не знаю ну слушайте если вы вышли в ноль вообще вышли в самоокупаемость через год своей работы то это уже очень хороший показатель потому что не каждый высокомаржинальный бизнес за год может добиться таких успехов у вас это получилось это классно если мы говорим об успехе что для тебя успех если есть ли какая-то формулировка и как ты к нему относишься для меня лично успех это когда массово твой продукт носят массово это все распространяется вот сейчас я четко могу сказать что от второй бренд семер это успех когда столько тысяч подписчиков сейчас не вспомню 163 тысячи спасибо готовились когда ну причем ничего не куплено то есть это вот рилсы выстрелили да там миллион просмотров 10 миллионов просмотров что происходит когда ты понимаешь что твою одежду носят по всему миру и не просто кто-то да там миллионники блогеры покупают вот это наверное для меня мой личный успех но самый вот я могу себе уже такую галочку поставить есть такой журнал в воды мировой они выставляли наш лук какой-то из недели моды в нью-йорке по-моему на ольге соколенко был наш костюм и они выставили как стрит-стайл но потом они это выставили как понтон следующего года то есть цвет следующего года а эта коллекция была прошлого года то есть на два года вперед и это ввд то есть они публикуют только там dolce gucci и вот это вот все конечно они не знают кто мы конечно они не нас нет почему что-то просто стрит-стайл то есть это вообще они и тогда вот я все-таки у меня наверное была самая жирная моя галочка успеха и себе доказала что все-таки я дизайнер хороший дизайнер потому что у меня много было очень уверенности в себе и мне все время нужно было себе доказывать что я ну талантливая потому что ну как бы я очень критично к себе отношусь это наверное такие детские моменты когда ты хочешь быть там за первое место на олимпиаде занять там еще никогда первое место не занималась до 2 3 вообще никогда в жизни может быть поэтому не уверен хотя может быть да это подсознательно хотелось быть первой хотелось себе доказать была из этого муж не уверенность не знаю честно себе доказать тебе конечно себе но манин тоже все равно же это такое надо быть ребенком который я поступила даже в колледже у меня был самый высокий балл на все пятерки тала экзамены чтобы маме доказать что я молодец должна мне гордиться моя фамилия первая в списке было такое да творите пожалуйста мне сразу внимание привлекла вот эта футболка их я видел на людях их носят расскажи что за футболки они довольно популярны да это уже такая некая визитная карточка бренда team изначально мы делали просто наверное как некая промо но потом уже так как началось уже массовая просто скупка этого продукта мы большую часть внимания начали уделять и качество поменялось то есть на сертифицированные все футболки всегда у нас принты используются из советского кинематографа в основном и вставляем какие-то такие ироничные фразочки также они из фильма также они какого-то обихода то есть вот у нас недавно появился из бандитского петербурга совсем недавно так у нас на основные были все таки то москва слезам не верит интер девочки причем насколько я понимаю это не просто принт это пришиты да мы отдельно закупаем ткань на принт отдельно печатаем все все из наших материалов и уже потом настрачиваем то есть они не убиваем их можно стирать их можно носить миллион лет поэтому такое вот очень получается универсальная универсальная вещь в гардеробе плюс они еще у нас идут унисекс то есть их можно носить как мужчинам так и женщинам как и детям так и взрослым абсолютно всем это твой первый бренд нравится всем есть еще бренд семер семер да второй бренд покажи какую-нибудь вещь из этой коллекции за этого бренда это самое наше популярное платье самое продаваемое весь мир носят наверное чаще всего как раз таки это платье том числе зиверс овчак если брать россию и до галич господи их так много я сейчас всех не вспомню на цен самое популярное бренд более сложный конструктивный и здесь к сожалению не так много представлено в уфе у нас в основном все в наличии в москве но мы делаем под заказ потому что уже бренд хорошо знают уже есть там некий каталог откуда когда можно выбрать уже и купить он он идет премиального сегмента то есть подороже но тем не менее здесь как бы все видно и качество и он идет вне трендов вне сезонов мы сами создали свой тренд и здесь наверное больше как раз такой вот творческий источник это викторианская эпоха и современная вот на сегодняшний день как я вижу королева виктория какая она должна быть элегантная при этом будет строгая сдержанная со стержнем кто был первой звездой наверное статьи казанова как получилось что она на вас вышла или вы на него у нас есть друг коля овечкин мы просто него молимся мы стояли на каком-то маркете в москве мы с москвы с петербурга начинали и там познакомились с девочкой стилист шоппер она горит у вас стиле вам надо коле овечкин и убежала кто такой коле овечкин а он тогда был таким серым кардиналом его никто не знал особо то есть он за кулисью за кулисью управлял и но в офимоле найдете а нет как вы сказали аксиом а в аксиоме что такое аксиом вообще понятия не имеем и поехали нашли это так погуглили аксиом в офимоле это москва сити вот это вот все мы две девочки из уфы с чемоданами переезжаем туда начинаем по всему этому т.с. искать аксиом просто мы находим ознакомимся там уже с товароведом такие нам нужно коле овечкин они такие ну типа пишите ему на мыло но вряд ли он вас ну типа он такой типа вообще-то долго отвечает и все такое мы написали ему на почту отправили в съемку нашу вот хотим у вас здесь а у него был магазин он был управляющим магазина как раз такси он и он тут же отвечает все беру потом она говорит вы первые девочки когда я принял решение просто там за секунду там очень часто одевали звездки какие-то то есть там приходили или он сам он еще работал на первом канале в модном приговоре и он как будто одевала звезд то есть и чаще всего выбирал нас и вот наверное он начал наших уже первых звезд одевать твои эмоции когда ты увидела зеверт вечернем урганте ой вашей одежде это было что-то наверное вспоминаю я просто помню что выключила свет включил ноутбук и просто я не знаю мне было пирушка какая-то я просто на самом деле как будто бы уже очень много звезд было тогда поможет и собчак было и так далее а тут все равно это вечерний орган тоже как-то вот по-другому на это смотришь еще все красиво ну эмоции были конечно радость была но уже не такая прям эйфории как раньше потому что раньше вы когда первые эмоции это что-то с чем-то было очень но интересно счет узнать именно путь какой-то не за как правильно технологически который проходит допустим это платье с момента зарождения у тебя появляется идея ну и ты рисуешь эскиз да да что сидел с этим эскизом этот эскиз мы уже рассматриваем технически да какие-то конструктивные узлы с технологом с конструктором вместе все это обсуждаем конструктор делает вручную лекала мы делаем макет на макете доводимся до ума потом мы делаем экспериментальную модель уже в ткани непосредственно продумываем все детали смотрим сами как это в носке в стирке и в уходе удобно неудобно в дальнейшем потом эти лекала когда уже все хорошо мы их уже отдаем нас их уже делают на компьютере сапре система автоматизирования проектирования для того чтобы потом в дальнейшем уже на большое производство можно было бы отдать то есть без проблем чтобы все это было и плюс распространять уже можно было в любих локациях распечатать лекала потому что нас производства и в москве и в уфе и в уфе несколько локаций у нас и в москве вот у нас локация разработка поэтому это очень сложный процесс плюс тканем и тщательно отбираем у нас есть концепции по цветам по фактуре по составу то есть все у нас очень продумано прям до мелочей поэтому кажется такая цена формируется давай поговорим про ткани то есть где вы их берете как искать поставщика вот даже человек который только начинает свой путь в этом ну зависит конечно от концепции бренда зависит в какую ценовую политику бренд хочет войти то есть и средний сегмент до middle premium так далее если изначально нужно рассматривать конкретную розничную цену и потом уже отталкиваться какие ткани вы можете себе позволить мы работаем вот уже много лет только с итальянскими тканями и уже мы подняли себе такую планку то есть мы уже другие ткани не рассматриваем может быть иногда там попадается что-то турецкое хорошее вот но мы прям тщательно лично сами всегда ткани закупаем именно они удаленно как-то приезжаем на склады в основном это в москве итальянские склады и там уже всегда что-то что-то ищем ну например если брать бренд семер здесь проще потому что у нас конкретно в концепции уже есть ткани цвета цветовая ганну палитра полностью уже прописана и мы всегда вот около этого ищем ну и традиционно расскажи где мы сейчас находимся у нас здесь склад тканей конечно здесь не все ткани потому что они у нас сейчас в работе раскиданы по цехам но здесь вот такое наверное основная локация куда у нас сразу поставляются ткани когда мы заказываем из москвы например отправляем они сначала сюда потом уже распределяются как я уже говорила вот уже такая база здесь распределяется уже по портным давай на примере какого-нибудь рулона вот этот рулон для чего используется это для пальто рулон это шерсть очень редкая у нас самое наверное проблемных всегда ткань это молочная шерсть потому что ее как будто бы в россии я не знаю очень мало всегда производят потому или итальянцы не любят молочную ткань но она у нас чаще всего пользуется спросом поэтому если мы где-то видим молочную шерсть мы сразу ее скупаем вообще всю какую только возможно сколько стоит такой рулон и сколько в нем метров сейчас я не знаю сколько здесь метров но в среднем где-то около 100 тысяч где-то метров 20 примерно стоит оптом если оптом закупать мы в розницу ткани сейчас не закупаем потому что дороже гораздо получается раза в три примерно поэтому у нас всегда только оптовые закупки вот среднем у нас да где-то 100 150 200 вот так стоит рулон поэтому я когда что-то планирую я всегда так в голове держу так рулон ткани там поездка туда ты-то рулон ткани там ну ладно ки не куплю рулон то есть где-то так примерно то есть ты собрала команду кому они же надо платить да 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 ну вот мы на занимали тогда платили даже слушаю мне здесь было в шуруме такая история когда у меня не было денег на продавцов я понимала что я не смогу продавать что я не продавец вообще никак я устроилась надо хотя у меня уже бренд есть это уже был бренд тогда я просто устроилась на работу делала фотки раскладки так далее зарабатывала и эти деньги вкладывала для того чтобы оплачивать зарплату продавцам то есть у меня так потому что мне деньги найти где-то вот так многие боятся брать ответственность потому что мало того что надо взять ответственность за свою жизнь за судьбу своего бренда своего дела но еще ответственность за других людей конечно но это очень сильно мотивирует вообще потому что у тебя нет вариантов ты не можешь расслабиться ты всегда в тонусе для того чтобы вовремя заплатить зарплату то есть я я не бывает безответственность каких-то вопросов касаемо себя лично касаемо работы зарплаты или что-то я одну то есть мне это в первую очередь всегда аренды зарплаты то есть если у меня то бывает такое что там конец месяца я просто раздам все тонус там без ничего потому что меня все в обороте там ткани закупил еще что-то но самое главное обязательно заплатить мне кажется что многие еще думают что самое сложное это запустить свое дело сделать свой бизнес и как бы дальше можно расслабиться вот по твоему опыту с какими трудностями прям такими жесткими ты сталкивался уже после запуска своего бренда когда у нас появился второй бренд 7r мы немножко запустили первый то есть запустили в плане меньше времени внимание да то есть больше денег ну то есть не то чтобы больше вообще все деньги с продаж мы вкладывали во второй бренд все внимание там съемки так далее но даже энергетически мы были полностью погружены там потому что это начало и нужно ну как ребеночка маленького да то есть максимально оберегать учить то есть вставать на ноги да то есть вот так если тогда я думала что вот первый бренд он уже такой ребенок который твердо стоит на ногах ничего с ним не случится всегда все узнают наш бренду то есть наше окружение всегда узнают что это у это team и как-то не было переживания потом в конце концов все таки это сказалось очень сильно и конечно потом я его реанимировала но тем не менее уже вот такой вот дисбаланс уже есть слушай я тебя хотел спросить вот какую вещь в последний год многие уехали в том числе звезды все подорожало да сама не понаслышке это знаешь как у вас изменился спрос и как вы на это отреагировали но у нас так случилось что последние наверное года два или три у нас больше локация продаж переместилась на европу-америку и ближние зарубежья и меньше наверное продавали по россии и так как проблемы с поставками даже с отправкой готовых изделий появилась просто чуть меньше стали отправлять то что стало очень дорого и нашли конечно пути как это можно все отправить каким образом перевести деньги то есть это всегда такая сложность ну вот сейчас вернее такая сложность тем не менее конечно это есть мы находим но мы просто свой фокус немножко сместили на россию то есть у нас стало больше клиентов россии сейчас покупателей и в принципе особо картина не поменялась люди все равно хотят одеваться в тяжелые времена они все равно хотят быть хоть что-то их должно радовать ну то есть хотя бы так поэтому это очень хорошая тенденция именно настраивать людей на какой-то вот такой вот я не могу сказать позитивный лад но хотя бы чтобы они не забывали про себя что жизнь продолжается такой сложный будет вопрос какими принципами ты руководствуешься в бизнесе в принципе создаешь свое дело и свой бренд и еще есть такой момент когда человек у человека появляется успех когда у человека появляются деньги известность он много нового узнает о дружбе я люди в принципе у тебя были такие уроки в жизни так ну начну с принципов вот мне очень важна экологичность да там не воруй не вреди никому да то есть и так далее делай свое и вообще то есть вот тебе хорошо у нас было много таких историй когда нас копируется на второй бренд уже на алиэкспресс появился кстати он но алиэкспресс он радует очень многие очень смешно копируют и думаешь вдруг кто-то реально подумает наш бренд ну типа нет ну это ладно не не так на самом деле это страшно вот принципы наверное не следовать вот этим трендом ежи ну таким как однодневкам да или вообще изначально всегда мы сами создавали свой свой тренд около 10 лет уже бренду чуть меньше наверное первому и всегда вот была история вокруг своих трендов мы сами у нас вот этот сарказм был до какие-то пропорции тогда еще вот эти вот массивные плечи восьмидесятых никто не понимал наверное единицы понимали и наверное мы вот как-то от этого даже кайфовали у нас принцип был как раз таки не не для всех мы не конфетка чтобы всем нравится да у нас эксцентричным он ли всегда и тогда вот как раз даже если брать уфу мы же с москвы из питера начинали у нас уже такого финская тусовка собиралась и как раз вот эти все люди которые одевались у нас они все сами были такие и мы точно знали кто наш кто наша аудитория ну наверное такие принципе плюс конечно же всегда вовремя оплачивать труд и достойно то есть даже иногда не я ставлю цену ну вернее оплату труда а сами портны иногда мне диктуют вот здесь вот так и так и так я всегда к ним прислушиваюсь я всегда их благодарю потому что вот команда я не знаю такие золотые руки я просто вот их рука готова носить и то есть всегда их поощряю всегда ему это обязательно озвучиваю но наверное это главные принципы ну плюс качество конечно про дружбу про дружбу но не то чтобы наверное сказалось что там кто-то что-то из друзей-то мне начал делать там как-то просто отсеялась часть людей которые наверное с тобой не выросли в этот момент есть те которые рядом со мной всегда есть те которые все таки да было такое отсеялись как-то это все случилось так плавно не знаю не знаю у нас нет каких-то там детских обидок потому что все все прекрасно понимают уже все выросли и вот в этом плане круто я понял что ты прошла очень долгий и нелегкий путь в своей мечте и сейчас вот оглядываясь назад ты бы повторила этот путь конечно безусловно все ошибки уроки я бы повторила все повторила конечно я бы наверное ничего не менял все все эти этапы которые мы пришли вместе вот гузель ну я наверное еще самое важное не сказала потому что одна бы я точно не справилась я бы сделала да я делаю очень много классных коллекций для других дизайнеров и так далее но так и таких масштабов которые вот семер бренд добился это полностью заслуга моей коллеги то есть она взялась за этот бренд очень по-взрослому поэтому если не она не было бы таких масштабов в любом случае как случилось так случилось то есть это все очень круто поэтому не жалею ни разу ну что друзья спасибо большое что смотрели наш первый выпуск надеемся что вам очень он понравился подписывайтесь на канал ставьте лайки для нас это очень важно увидимся а значит